Субтитры делал DimaTorzok Более того, на следующий день Ирине предложили работу. Всем огромное спасибо, выражаем благодарность, потому что когда с проблемой наедине остаешься, очень тяжело одному бороться с ней. А когда всем миром, то, конечно, легче на душе, прям бальзам на душе. Он играет на гитаре и в футбол, хорошо учится и собирается поступать в медицинский. Илье 14. Почти всю свою жизнь он, что называется, сидит на инсулине. В три года мальчику поставили диагноз сахарный диабет. Бороться с этой бедой было непросто. По 7 уколов в день, постоянные скачки сахара. Но несколько лет назад Илье установили помпу, и все изменилось. С тех пор он ведет самую обычную жизнь самого обычного подростка. За 11 лет болезни Ильи семья Баяковых ни разу не обращалась никому за помощью. Справлялись с проблемами сами. Но пару месяцев назад глава семейства остался без работы. Зарплаты мамы едва хватает. У Ильи тем временем заканчиваются расходные материалы к помпе. Годовой запас, а расходники закупаются сразу на большой срок, стоит около 100 тысяч рублей. Если подросток вернется к обычным уколам, о занятиях спортом придется забыть. Да и учеба в школе окажется под вопросом. На помпе мы находимся 6 лет, с 12 с сахарным диабетом. В нашей регионе, к сожалению, расходный материал не входит в список бесплатных, подаваемых медицинских изделий. Да, нам удавалось своими силами закупать их. Вот в последнее время я уже не буду говорить о набившем московину кризисе. Если вы можете и хотите помочь Илье, это легко сделать. СМС на номер 5542 стоит 75 рублей. Написать надо всего одно слово – «Дети». Для Ильи большое значение имеет каждое сообщение. Ведь отключить инсулиновую помпу для него означает, если не смерть, то резкое ухудшение жизни. Ольга Маркова, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив. Ольга Маркова, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.